Первый региональный фестиваль малой авиации прошел в поселке Чернышевский. Открытое небо Чернышевского приняло гостей со всего Мирненского района. Впервые на этом летном поле встретились опытные пилоты, парашютисты и заинтересованные зрители. Прежде чем открыть этот фестиваль, мне хотелось бы обратить ваше внимание на несколько моментов. Во-первых, на инициативу людей, которые были влюблены и развивают в нашем районе нашу частную авиацию. Именно благодаря их инициативе и стараниям здесь, на аэропорту, в аэродроме поселка Чернышевский, который не функционировал почти 30 лет, появилась вот эта посадочная полоса, которая в скором времени, надеюсь, станет запасной посадочной полосой нашей авиакомпании «Алроса». Во-вторых, благодаря энтузиазму тоже людей, влюбленных в авиацию, после небольшого перерыва возродился у нас парашютный клуб «Феникс», которому тоже оказала большую помощь администрация района и он получил грант из республиканского бюджета. И в-третьих, вот инициатива этих людей, влюбленных в небо, влюбленных в авиацию, в парашютный спорт, при поддержке местных властей вылилась вот в то, что сегодня действительно проводится первый и, надеемся, не последний авиационный фестиваль в нашем районе. Мне хотелось бы пожелать тем, кто организовал этот фестиваль, тем, кто будет принимать в нем участие, новых дерзких меч, так можно сказать, планов, чтобы все, что они задумывали, было исполнено и воплотилось в жизнь, что бы за этим ни стояло. Крылатые машины грациозно взмывают в небо. Сегодня состоялись полеты частных самолетов, вертолетов, также авиасудов авиакомпании «Алроса». Региональному фестивалю малой авиации было присуждено имя первого руководителя треста «Якут Алмаз» Льва Леонидовича Солдатова. Это не просто так. Лев Солдатов много раз прыгал с парашютом. Свой первый прыжок руководитель треста «Якут Алмаз» совершил в 19 лет. Первый региональный фестиваль малой авиации прошел на аэродроме поселка Чернышевский. На протяжении 30 лет он был заброшен. А в июле этого года заброшенный аэропорт восстановили. Теперь аэродром – база и для малой авиации, и для парашютистов. В этой жизни, наверное, никогда не происходит так, чтобы все задумано и исполнилось. И у нас, к сожалению, в нашей программе форс-мажорные обстоятельства у наших внедорожников и клуба квадроциклистов, они еще своего пропавшего товарища не смогли приехать. В целом, как прошло? Как всегда, безопасно. Как спортивный клуб парашютистов, и на этой посадочной площадке всегда все безопасно. Это основной итог. А так, все самолеты, одного только ждем еще, а так, все самолеты и вертолеты, кого мы приглашали, кого планировали, они прилетели, показали, как они могут летать, что такое легкомоторная частная авиация. Парашютисты прыгнули, и как бы, по-моему, зрителям понравилось, парашютистам тоже. Ну, в общем-то, где-то так. То есть, я считаю, что все-таки, несмотря на некоторые накладки, неувязки, я считаю, что прошло все нормально, и надеюсь, что эти неувязки, они не сильно заметны были для зрителей. Звучит музыка. Украшение фестиваля стало выступление парашютистов. Все ребята – профессиональные спортсмены, и у каждого на счету более ста прыжков. Новый борт был, мы ни разу не прыгали с этого борта. Очень приятно, очень быстро взлетает. Ну, и пассажирский самолет очень приятно. И первый прыжок на эту площадку мы открыли. Это большое событие. Парашютизм необходим. Он воспитывает в людях дисциплинированность, в первую очередь. Умение принимать решения, точно правильные решения в короткий срок. И подрастающее поколение растет для ВДВ. На счету у спасателя Владимира Луковцева более тысячи прыжков с парашютом. На сегодняшний для него особенный. Несколько лет назад 16-летним мальчишкой на этом аэродроме он впервые совершил прыжок. Я вырос, не родился, но вырос здесь с малых лет, в этом поселке. И поэтому для меня это было честью прыгнуть здесь, в поселке Чернышевский. А сколько вообще на вашем счету не было с парашютом? Ну, уже перешагнул через тысячу. А так, если точно, 1122-й был. Вот сейчас. В 16 лет прыгнул. И прыгнул именно на этом аэродроме. И приземлился на этот аэродром. Ну, а дальше уже там потихоньку, помаленьку. Ну, так тоже друзья позвали. Как бы начинали здесь, учились в Чернышевском. Поэтому сама судьба благоволит. Если вспомнить недалекие 90-е годы, когда все было в упадке, и что творится сейчас, вернее, что происходит сейчас. Ну, это две больших разницы. Я захватил 90-е, весь этот мрак. А сейчас, ну, это праздник людей, праздник моей души, моих коллег, всех моих друзей, моей семьи. Я рад, что я в этом участвую. Специально к фестивалю на радио «Алмазный край» разыграли полет на воздушном судне. Его выиграл житель поселка Чернышевский. И как раз в день своего рождения совершил полет, о котором даже и не мечтал. Я на таких самолетах еще ни разу не летал, но видел, как они летают по поселку нашему. Я даже не мечтал, что и попаду на этот самолет. Но впечатление хорошее. У нас таких предприятий давно не было. А может, я не был. Но вот сегодня день хороший. В рамках первого регионального фестиваля малой авиации прошли и выступления байкеров. От мала до велика, кто пришел на мероприятие, остались довольны. Наконец-то малая авиация у нас появилась здесь, как говорится, в нашем регионе. Поэтому будем надеяться на дальнейшее развитие и расширение. Глядишь, уже коммерческие рейсы будут делать с того же самого Чернышевского бирня. Ну и так для детей. Кстати, у нас ребенок где-то бегает, поэтому полезно для общего развития. Вот коровит понравился. Вроде лодка не летает, поэтому на прикурсии к законам физики. Ну, Манчешки, расскажите, что сегодня вам больше всего понравилось? Когда парашютисты садились. Один, да, они так, когда садились, даже бежали. Вот мне понравилось, как парашютист один не устоял и сел на попу. А вы хотели бы сами прыгнуть с парашютом? Конечно, да. Но там нужен специальный вес и рост, конечно. Фестиваль малой авиации имени Льва Солдатова прошел на ура. Организаторы пообещали, что такие мероприятия будут проводить ежегодно и со временем расширять его и приглашать участников с других городов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова